Промежуточная. Главное. С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал корабль «Союз ТМА-16М». В первый в этом году пилотируемый рейс на орбиту отправились «Альтаиры». Экипаж с этим позывным собирается побить немало космических рекордов. Команда опытная. Командир корабля Геннадий Падалко на орбите уже в пятый раз. Скотт Келли в четвертый, Михаил Корниенко во второй. Но если Геннадий Падалко вернется на Землю осенью, Корниенко и Келли останутся на МКС еще на шесть месяцев. Для нашей космонавтики это не первый годовой полет. А вот американцам такой эксперимент в новинку. Это значит прогресс. Мы начинаем рядом с нашей планетой. Мы должны знать, как живет в космосе. То есть мы с этим опытом можем и живет на Луну и на Марс. Вместо. Это не программа американская, не программа русская. Это наша международная программа. Это перспектива для будущего человечества. На эмблеме экспедиции три бегущих марафонца. Они подчеркивают особый, чемпионский статус этого полета. Геннадий Падалко станет рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе. Сегодня больше всех времени на орбите провел Сергей Крикалев. Чуть больше 800 суток за шесть полетов. Так что Геннадий Падалко вернется на Землю с новым мировым рекордом. 878 суток. Мы очень гордимся, потому что все-таки мой папа и ее дедушка побьет рекорд. И он будет в книге Гиннесса, рекордов Гиннесса. Конечно, мы этим гордимся. У него и цель была – это существить. Еще одно историческое достижение, за которым отправились Альтаиры – годовой полет. Первый в истории Международной космической станции. Три силуэта. Мы, в общем-то, наш полет сравнили с таким вот марафонским забегом. Поскольку у Скотта и у Миши годовой полет, у меня, в общем-то, я приближаюсь к рекорду. Поэтому такой марафонский забег в таком стиле. Однако рекорд – не главная цель экипажа. Космонавты проведут на орбите десятки научных экспериментов. Исследования в области медицины, физики, химии, геофизики. Такие задачи стоят перед каждым экипажем МКС. Мне интересны эксперименты, которые связаны с дистанционным зондированием Земли. То есть наблюдением, потому что они приносят как бы быструю отдачу. Ты увидел, что эти весны пожары, скинулся на Землю и вовремя успели среагировать на Землю. А вообще их, конечно, очень много. Высокотехнологичных, хороших экспериментов, которые принесут конкретную пользу. Итоги экспериментов помогут российским и американским ученым разработать эффективную защиту экипажей при путешествиях в дальний космос. Ученые до сих пор не могут решить главную проблему – вредное влияние космоса на живые организмы. Мы посмотрим на вещи, которые никогда прежде не рассматривали в направлении генетики и иммунной системы. Мы будем сравнивать одного брата с другим в абсолютно разных условиях. Мы увидим процесс старения, процесс изменения клеток у близнецов. У нас появилась возможность сделать то, что мы никогда раньше не делали. В невесомости кости космонавтов становятся более хрупкими. Зрение падает, сердце работает хуже. Ученые решили проверить долгое влияние космоса на человека. Но для чистоты эксперимента необходим контрольный объект на Земле с таким же набором генов. Поэтому в космос отправился Скотт Келли, а на Земле остался его брат-близнец Марк. Эксперимент с братом – это лишь часть огромной научной программы, которую НАСА и Роскосмос, как международные партнеры, реализуют в рамках программы МКС. Будет произведено более ста экспериментов в течение года. Часть из них направлена на то, чтобы сделать нашу жизнь на Земле лучше. На Байконуре будущие космические рекордсмены провели предстартовую подготовку. Это примерка корабля и скафандров, тренировка стыковки со станцией, подготовка к невесомости на специальном тренажере. Всюду за основным экипажем следовали дублёры. Они присоединятся к Альтаирам в октябре этого года. Правда, не в таком составе. Потомственный космонавт Сергей Волков на корабле «Союз ТМА-18М» вместе с первым астронавтом Дании Андрессоном Моггинсоном доставят на орбиту восьмого космического туриста, британскую певицу Сару Брайтман. Космическая программа Сары Брайтман – научная и культурная. Спеть в космосе под аккомпанемент земного оркестра и через 10 дней орбитального турне совершить мягкую посадку. А космические рекордсмены продолжат вахту и вернутся уже не на своём союзе. Человека подготовить к долгому полёту можно. Корабль пока нет. Ресурс «Союза» рассчитан на полугодовое пребывание на орбите. Сегодня ресурс нашего «Союза» подтверждён на 228 суток. Вот 228 суток мы можем корабль держать на орбите. Есть технические параметры, которые определяют возможности корабля. Поэтому 228 суток – это пока тот потолок, который мы достигли. Сегодня мы работаем над тем, чтобы продлить ресурс корабля на орбите до года. Получается, Геннадий Падалко подвезёт Михаила Корниенко и Скотта Келли до МКС на корабле «Союз ТМА-16М». А Сергей Волков вернёт годовую экспедицию на Землю уже в «Союзе ТМА-18М». Перед этим экипаж должен решить довольно сложную технологическую задачу – перенести индивидуальные кресла-ложементы, в которых находятся космонавты во время старта и посадки, из одного корабля в другой. Ведь каждое кресло делают под конкретного человека. Годовая миссия началась. Осенью Михаилу Корниенко и Скотту Келли, как орбитальным марафонцам, предстоит взять второе дыхание для преодоления новой полугодовой дистанции.